Галина Александровна ветеран физико-энергетического института 1936 года рождения. Поэтому, рассказала она, ее пенсия выше, чем у многих 26 тысяч. И все же ее с трудом хватает на расходы первой необходимости, оплату квартплаты, продукты и лекарства. Поэтому скачок цены на обслуживание газа стал для пенсионерки проблемой. Проблема возникла у нас вот какая. Что пришли газовщики, ходили по квартирам, перезаключать договор. И сказали, что если мы раньше платили 500 рублей в год за обслуживание труб, трубы, а я даже не знала, что у нас их обслуживают. А теперь 1070. Почему, его спрашиваю. Он говорит, ну мы теперь относимся к Ленинграду или к Питеру. Поэтому все будет идти туда. Интересно, говорю, мы продаем газ во все страны. Почему мы со своего народа должны цены повышать на газ? Повышение стоимости в два раза существенно отразится на кошельке жителей города, особенно пенсионеров. А кроме того, не хватило информационной работы. Сотрудники газовой службы не смогли внятно объяснить причины такого роста цены. В новом договоре, который был перезаключен, тоже нет объяснений. Так что Галина Александровна просто подсчитывает, как вписать увеличенные расходы в пенсию, оставшуюся, к слову, прежней. Ну все равно 26 тысяч. Пойдешь в магазин со 100 рублями, там делать нечего. Правильно? Значит, самое необходимое что-то, сахар, хлеб, там купить. И то тысяч надо. Договор с новой стоимостью услуг Галина Александровна подписала с комментарием «Куда деваться». От редакции Обнинск ТВ мы направили официальный запрос в «Газпром распределения Обнинск» и даже получили согласие на интервью. Однако за полчаса до назначенного времени директор филиала встречи с журналистами отменил. Вопрос о причинах повышения расценок пока остается открытым. Анна Шапошникова, Дмитрий Глухов, Обнинск ТВ.